Уважаемые коллеги, еще раз добрый день. Позвольте открыть первую тематическую секцию ВУЗы и работодатели взаимозависимости как стратегии развития. Как мы видели с вами в ходе интерактивного голосования, у 15% респондентов отметили, что сотрудничество с работодателями в УЗе улучшилось. Это отметили как приоритет. Что, на мой взгляд, замечательно. Мы в ходе дискуссии поднимем такие темы, как создание базовых кафедр, влияние кризиса на подготовку кафедр. Конечно, нельзя где-то игнорировать. И первым я хотел предоставить слово Роману Петровичу Кулыке из Финансового университета. Роман Петрович расскажет про опыт создания базовых кафедр. Я предварительно хотел бы сделать провокационную вопрос. В прошлом году в рамках секции по работодателям представителей КПНГ рассказывал, как компания открыла кафедру на базе финансового университета и сетовал на то, что очень сложно в современной компании интегрироваться в постсоветский УЗ с точки зрения бюрократии. Что никогда не представляло, что столько ненужной бумажной работы на первом этапе. Вот что мог сделать университет, чтобы поставить открытие базовых кафедр, чтобы это были не разные эксперименты, а налаженный процесс. Коллеги, у меня заявленная тема как опыт создания базовых кафедр я хотел бы в виде таких вот размышлений, опыта финансового университета. Ну, когда-то время взаимодействия, вот сначала вопрос, да, любое взаимодействие, для того, чтобы такие провокационные вопросы не возникали, нужно понимать, какую пользу она несет для одной или другой стороны. Потому что существует врагернее, что договор и с уважением тогда будет иметь успех, и если каждая сторона видит свою выгоду, да, более того, каждая сторона понимает, что она другую сторону выкрала и получила больше преимуществ. Поэтому мы начали, начинали этот вопрос с того, проанализировав, а какие же выгоды и плюсы несет для каждой стороны первый слайд, для того, чтобы понять... А, приставится ли так? Отвечая, как один из вопросов, который поставлен здесь, за что готов заплатить роботодать, для чего это нужно роботодать, я веду своими словами говорить, я привел здесь цитату основателя компании Sony Akira Marita, который, как раз в скорых ситуациях, он говорил буквально следующее, здесь мы его спередируем, что в кризисных ситуациях самое главное для компании сохранить для этого коллектива ради долгосрочных целей выживания фирмы может пожертвовать всем деньгами, можно пожертвовать имуществом и так далее, но ни в коем разе нельзя жертвовать тем коллективом, который сложился за долгое время, поскольку деньги восстанавливаются быстро, имущество покупает, а коллектив, сложившимся за долгие годы, его не восстановили, это к поеду тот индивидуальный капитал, который сохранился. Поэтому интерес, безусловно, в сотрудничестве работодателя, это тот самый ценный его актив, те кадры, которые она получает. Причем, безусловно, интерес работодателя состоит в поиске такого партнера, который сможет предоставить именно такие кадры, не просто кадры, подходящие по техническим характеристикам или по анкете, а те, которые смогут вписаться в компанию, те, которые смогут именно стать этим самым коллективом. Для ВУЗа, со второй стороны, какие интересы у ВУЗа, когда мы говорим о сотрудничестве и так далее. Здесь много различных факторов, которые могут подвигнуть университет или ВУЗ. Для сотрудничества, я видел бы две такие крупные позиции. Первое, это та, которая требует и рынок, и та, которую от нас сейчас очень требует и наш регулятор, в лице Минфина, в лице Министерства новой науки и так далее. Это усиление фактически составляющей нашего образовательного процесса. Это все время было, но в настоящих условиях, вопрос здесь специфический, я об этом дальше скажу. Вторая позиция, это развитие карьеры выпускников. Об этом останавливаться не буду, здесь это понятно. Это нужно для выпускников, для того, чтобы выпускник понимал, что он приходит в ВУЗ, не просто получить диплом, это ему могут помочь многие ВУЗы, а получить после ВУЗа достойное место работы. И вот когда у нас в странском университете, когда мы собираем наших абитуриентов, то первый вопрос, который мы задают, на котором мы отвечаем, а куда мы сможем пойти работать и кем мы станем после окончания вашего вуза. показывает микростав наших выпускников, как они работают, чего они достигли и так далее. Поэтому, безусловно, вот эти две позиции являются тем ключевым мотивом, который двигает ВУЗ в сторону взаимодействия с работодателем. Вот здесь продемонстрировано как раз вот тот, я сказал, что вопрос о усилении фактической составляющей образовательного процесса, он стоял всегда, и в советское время, и в наше время. Ну вот я привел, о чем говорится сейчас. Вот последнее, я взял буквально выдержку из распоряжения правительства, это концепция развития образования на период до 20-го года. Что это концепция? Когда идет анализ тех узких мест, что не было достигнуто в предыдущей программе развития высшего образования, в 15-м году, как раз именно отмечается, что интеграция образования, науки и бизнеса, и поставлена задача целевой индикатор 4-й к 2020 году сделать так, чтобы все образовательные программы в ВУЗах реализовывались именно в совместном взаимодействии ВУЗа и работодателях. То есть, вы видите, что здесь у университета есть прямая конкретная задача, конкретная цель. Ну вот теперь по поводу финансового университета. Специфика финансового университета, понятно, мы финансовые и гуманитарные, мы не столько финансово-гуманитарные больше, сколько у нас у финансового университета, и университета, и гуманитарные, и гуманитарные науки. Так вот, когда мы 4 года назад задумывались, начали реализовывать этот институт базовых кайфер, то прежде всего мы должны были на себя ответить, в чем наша специфика, потому что мы гуманитарные ВУЗ и создавать классические базовые кайферы, которые в технических или инженерных ВУЗах существовали, в ранечках советских ВУЗах существует, когда базовая кайфер создается на предприятии. Безусловно, мы себе такого позволить не можем. Почему? Вот я привел пример тех, с кем мы создали базовые кайферы. Вы видите, в основном это аудиторские фирмы, банковские сообщества, медсестра, ведомства профильные, страховые организации. То есть это те организации, в которых, ну, как бы, станкового, оборудование, где, как бы, статковые кайферы, условно, нет. Поэтому, безусловно, мы пошли к детям, создание базовой кайферы, но она в структуре финансового университета. То есть это некий совместный проект работодателя финансового университета, когда совместными усилиями создается кайфер в структуре финансового университета. С какой целью? С целью, как раз вот то, о чем я говорил, с целью практической, усиления практической составляющей образовательного процесса. Институт базовой кайф четыре года назад у нас родился не на пустом месте, он родился как раз из той системы взаимодействия с работодателем, которые у нас существовали. Вот опять же, если у нас на перинарном заседании сложилась традиция, всякие там цитаты и метафоры приводить, вот если привести как бы цитату или метафору из Саужевицына, фильм, помните, в круге первом, да, то как раз вот мы рассматриваем наши базовые кайфы, те наши контрагенты, те наши работодатели, которые находятся в круге первого, то есть наиболее тесный круг, наиболее наши работодатели, с которыми мы находимся в наиболее тесных взаимодействиях. То есть это те наши контрагенты, с которыми мы достигли такого уровня взаимопонимания, взаимодействия и взаимного интереса, когда мы уже можем с ними действительно не просто сотрудничать, заключать договорах, в которых у нас было много, о взаимодействии, о совместной реализации, о предоставлении студентов на практике и так далее, а действительно уже создавать совместные проекты на базе базовых кайф. О чем идет речь? Идет речь о том, что, безусловно, создание базовой кафедры, оно предполагает и имеет основной целью реализацию тех или иных новаций, тех или иных, так называемых, образовательных технологий. Вот этот круг вот этих партнеров, и в центре которых должны находиться и находятся базовые кафедры, заключается в том, что любые новаты, они должны вначале обсуждаться на таком экспертном уровне, проходить апробацию. После того, как мы на базе базовых кафедры ту или иную технологию опробовали и поняли, что она действительно работает, она приемлема для бизнеса, она приемлема для финансового университета, дальше ее можно разгонять даже на других партнеров и пускать широкий торс. Ну, приведу пример этих технологий у нас много, приведу пример двух технологий, как бы вот мы сейчас буквально над которыми работаем. я отвечу как раз на то, что вопрос по поводу КПМП. Это первая технология, это включение мероприятий деловых партнеров в сетку основных занятий кафедры финансового университета. И как раз вот здесь, в чем роль базовых кафедры? Мы анализируем ситуацию, что у нас с одной стороны те деловые партнеры, с которыми мы работаем, проводят с финансовым университетом, для финансового университета, есть и свои цели для финансового университета, это множество различных мероприятий, связанных с кейсами, с презентациями и так далее. С одной стороны, идет образовательный процесс по нашей программе, по утвержденным стандартам и так далее. И не всегда эти процессы, они синхронизированы между собой. И мы поставили задачу, чтобы... И здесь начало было положено на апробации на базовых кафедрах, чтобы те мероприятия, которые они планируют, и те свои знания, и те свои навыки, которые через тех людей, которые работают на базовых кафедрах, они готовы довести до финансового университета, они должны синхронизировать с учебным процессом финансового университета. Что это значит? Это значит, что в тех рабочих учебных планах, программах и сцепллин, которые в финансовом университете Заранее планируется проведение определенных практикориентированных занятий, которые проводятся нашими преподавателями совместно с участием преподавателей базовых кафедр. И это позволяет, с одной стороны, этим базовым кафедрам доводить те вопросы, которые они хотели бы до студентов, а нам выставить так образовательный процесс, чтобы он состоял не только из теоретической части, не только из придуманных преподавателей, которые проходят стажировку наших преподавателей, но тем не менее, неужели на практике, могут быть далеко. Но использовали те реальные, практические ситуации, те есть, которые есть у наших деловых партнеров, и это занятие было преподаватом. Вторая технология, тоже из этой же серии, я почему об этом рассказывал, я вам показывал, что та задача, которая ставится с Аминогом, она как раз говорит о том, что вот эти программы должны быть в ВУЗе, где это 100% в 2020 году. Следующая из технологий, это вот, безусловно, в образовательном процессе есть такие элементы, которые давно были направлены на практику, должны быть направлены на практику. Как правы проходить практики, как написание выпускных квалификационных работ, то же самое мы говорим о том, что базовые кафедры, одна из ваших задач, которые вы должны решать, это у каждого крупного работающего предприятия всегда складываются те вопросы, которые в него накопились, и которые они хотели бы решить, но до которого в текущей бизнес-ситуации руки не таковы. Сформулируем эти, а мы вместе с вами их перетрансформируем, так, чтобы из этого можно было сделать задание для проведения научных исследований с аспирантами, для написания дипломных работ нашими студентами, материал, от которых они получат платки, как они у вас практики и так далее. Следующее, на что это было направлено. С чем мы столкнулись, какие пришлось, я думаю, что те музы, которые создавали все базовые кафедры, они тоже с этим вопросом столкнулись. Не знаю, может это только наши вопросы или общие для всех, но тем не менее их разручат. С чем мы столкнулись, когда мы сказали о том, что давайте синхронизировать, давайте ваши преподаватели, или точнее преподавать, а специалисты практики, которые через базовые кафедры будут участвовать в образовательном процессе, столкнулись с тем, что есть у нас в ВУЗах такая вот то, о чем мы говорили, да, белокат, о том, что есть количество часов, которые приходят на подавание. Если мы отдаем эту дисциплину, значит, часы уходят, мы, значит, уменьшим штатом у обученной кафедры, мы пошли на то, что давайте мы закрепим и сделаем, что занятие будет выводиться, ну так называемым, бинаром, двумя, как продаваясь. Причем нагрузка будет закрепляться за той, за другой кафедры, пошли на то, что она будет узлаевать, а не волос. Наши выводы в чем? Тот преподаватель, практик, который идет с бизнеса, безусловно, они опытные практики, но не знают методологии, и они учатся у обычного преподавателя, когда все эти занятия, методологии преподавания. Преподаватель, когда он совместно ведет занятие, он набирается опыта, что реально сейчас происходит в бизнесе, приходит взаимное обогащение, и вы сказали, что бог с ним, ускорила таким и другим, нагрузка не уменьшает вас в руках, и сразу сняла определенные проблемы, поскольку после того, как руководителям обычно сказали, что вас нагрузку отнимать не будут, не будут вам, не будут вам, не будут вам, вместе с вами проведут занятия, здесь как-то, как в этот момент поперло, здесь как бы пошли навстречу руководителям, сказали, что мы тоже хотим, чтобы у нас проводили, и здесь сдвинулась с мертвой точки вот та ситуация, в которой поначалу нам не удалось как бы избежать, о том, что простая ситуация, и тем или и другим закрепляем и так далее. Следующее, третье, это специфический порядок комплектования штата. Понятно, что есть так, в начале то, о чем говорит ТПМГ, когда мы их заставляем, что вот есть штат, нужно брать преподавателя, а понятно, что взять штат преподавателя, на практике люди сегодня, он один работает завтра, а другой, кто-то силен в одной области, конечно, базовые катеры проще привлекать на какие-то отдельные занятия тех специалистов, которые питят в данной области. И если иди по пути, что должна быть штатная единица на базовой катере, то не решите это. Мы сказали, у вас есть определенные часы, вы на эти часы можете брать марокканско по другому договору, по-другому. Самое главное, что оно закреплено на заказе. Какой конкретно ваш человек придет, отвечает за следующий базовой катер, вы можете, самое главное, что приходил специалист, компетентный, в том вопросе, который в данный конкретный момент нужен. Тоже сдвинулось вот эти депозитики, с которыми мы столкнулись и которые мы попытались вот таким образом лишить. Следующая позиция, которую я хотел бы показать, раскрыть, это о том, что, почему все-таки институт базовой катеры, чего недостаточно было через обычные договора взаимодействия с работодателем и так далее. Вот на вот этой схеме, она, правда, для другого изначально готовилась по схеме, но на ней тоже это очень можно показать. Тест такой, что создание институт базовой катер позволяет более глубоко продвинуться специалистам-практикам в образовательный процесс вуза. Вот смотрите, вот здесь продемонстрирован так называемый алгоритм формирования знаний, вот о технологии, как должен работать вуз. То есть на рынке работают работодатели, у которых есть работники, выполняющие определенные тендовые функции и определённые вузы. На базе анализовинки профессиональный СОП разрабатывают и сейчас об этом все говорят, так называемый профессиональный стандарт, да? Которые должны лечь в основу образовательного стандарта, на базе которого разрабатывают учебные планы программной дисциплины, преподаватель читает курсы и веду студента, значит, если мы работаем без базовой катеры, то влияние практиков работодателей, оно заканчивается на втором уровне, то есть мы их, точнее на третьем, мы их можем привлечь для разработки образовательного стандарта, для формирования тех наших компетенций, которые закладываются, а дальше мы начинаем вариться в собственном сроку, и вот тоже те посылы, которые работодатель, или вся профессиональная сообщество дает вузу, они могут, каждая ступень, безусловно потеря информации до студента доходит точнее. Когда мы привлекаем базовые кафедры, то через базовые кафедры они, я уже об этом рассказал, они работают не только в разработке образовательного стандарта, но участвуют в разработке учебных программ дисциплин, то есть предлагают свои дисциплины по выбору. Говорят, какие дисциплины были бы полезны, какие дисциплины. Более того, когда мы через бинарные вот эти наши занятия, бинарные формы привлекаем преподавателей, они, из базовых кафедры, они в программу дисциплины, как кафедры, предлагают свои курсы, проводят эти занятия. То есть вы видите, проникновение идет, можно, аж до уровня преподавателя, и позволяет, вот здесь на схеме наглядно показано, более глубокий уровень проникновения работодателей к, наставив образовательном процессе, практически до уровня конкретного студента, довести те посылы, которые они хотели пытаться системе высшего образования. Вот так схематично, вот, в принципе, и завозили, что помогает сделать институт базовый проект. Ну, поскольку время это, завершу, немного завершу то, с чего начал, да. В чем интерес работодатель, да, и в чем там случаи, какие плюсы вот такая у нас система помогает дать работодатель. То для вуза, так же, у нас больна. Для чего нам надо это делать? Если у нас будет практика-кориентированный образовательный процесс, студенты будут устраиваться, для нас это, для нас, наши плюсы говорят, как нет. А что это дает работодателю, что он от этого получает? Вот такие наши системы работодатель получает следующее. Первое. Непосредственно участие в производстве нужных нам. Для того, чтобы наша работодатель, как это принято было, не говорили о том, что забудьте, что у вас вузы, вы приходите к нам, мы вас начинаем учить в нашей корпоративной системе. Здесь они участвуют непосредственно в нашем образовательном процессе и имеют возможность дать свои посылы, причем участвуют в этом процессе непосредственно. Ну, если, мы говорим, о элитарности, прямо что такое, когда приходит в реставра, да, вам дают блюдо, которое при realizании в этот процесс, то есть вы ставите в данный участок, или когда, который изготавливается машина-бэнк, как они изготавливались, то это сделать непосредственно в заказ, это сам. То есть это считается элитарным образованием, когда тот заказчик, для которого готовится продукт, он сам участок, вот эта система позволяет это делать не надо участвовать вместе с нами дайте заказ давайте вместе создаем тот продукт который вам нужно на уровне баклубиата магистратура ваших управлений следующем это позволяет ранее 2 лучших специалистов как работает система набора в любой фирме дают это вкадровое агентство там тестируют по каким-то присылают через 3 месяца выясняют все у них есть работодатель может проваля занятия проверяя и курилы вместе с нашим преподавателем написания иконы на практике или других проектов участие он видит студента и нить его мысли и т.д. через вот эти работы видно талантливый студент и он имеет возможность отобрать этих студентов уже на практике, на втором, на третьем и т.д. то есть в случае правой первой руки принадлежит как раз вот этим нашим базовым кафе и он может отобрать этих студентов на раннем уровне, причем действительно те, которые подходят потому что на собеседование может произвести речные, а он там не подходит а здесь долго скрывать в строительном общении нет ну и самое главное третье это экономит сейчас очень важный кризис экономит расходы по набору персонала, повышение квалификации ну и экономит это делать более эффективно то есть тот бюджет, который фирмы направляют на простое набор кадров, повышение квалификации эти же бюджет они могут направить на создание базовой граффитры и через этот механизм готовить каждый действительно те, которые нужны поэтому мы считаем, что в данном случае наша система, она конечно еще не совершенно, мы находимся на 4 года не так много вот уже те ошибки, скажем так, их неутовословения, которые базовых граффитов я думаю, что если бы сейчас пригласили сюда Кирилла, я думаю, он к другому вам сказал потому что у нас были очень большие такая встреча, то есть те, что КПМП они у нас одна из передовых карт, они реализуют бакалавскую программу, участвуют и так далее а весь момент все, как бы, утолитерингов, которые сказали, не уходят и продолжают дальше работать это значит, что выгодно есть, то это есть пора показать ну, как бы мысли вслух коллеги, не знаю, если они будут полезны но, опять же, обращаю внимание на то, что мы, конечно, гуманитарные русские специфика нашей работы, она такова, что мы у себя, конечно, легче контролировали учебный процесс когда это твое подразделение, чем и нет, если это было качественно на предприятии но тем не менее, если он полезен, то мы вот ведь наоборот спасибо, Роман Петрович, коллега, у меня просьба стараться по возможности придерживаться регламента где-то минут 8 да, и после выступления каждого спикера я предлагаю члену президиума, если хотите, можно что-то комментировать, все кратко добавлять позицию моих ведущих университетов мы услышали теперь хотелось бы спросить, что думают на эту тему работодатели я не предоставлю слово Святославу Натальевичу Масютину вот предельно простой вопрос, за что работодатели готовы платить в ВУЗ не на уровне декларации, намерений, а вот на что есть реальный платежеспособный спрос спасибо ну, уважаемые коллеги базовый кафедр это все, что мы уже проходили и сейчас мы ищем новые какие-то формы наш бизнес расположен в 2-х регионах это промышленный бизнес наука еще в 2-х, то есть в 5-ти регионах мы пытаемся в зоне нашего присутствия в наладе, в первую очередь, связь с ВУЗами во Владимирской области это были технические Владимирские институты а Ивановский Энергетический институт за что большое спасибо руководителям этих ВУЗов вот ищем новые формы с этой рубричества буквально вот месяц даже меньше месяца 15 апреля в Уфинском инвенционном техническом университете мы создали учебно-научную лабораторию концерна Рослупарума в кафедре электромеханики значит, взяли студентов на преддипломную практику Владимир, Санкт-Петербург оборудованием оснастили и в общем-то такой еще шаг есть а вчера буквально мы подписали соглашение с инновационным центром Сколково и где то же самое взяли на себе обязательства одновременно попросили наших партнеров по совместному бизнесу подумать над тем кто нам поможет решить вопрос так называемых черных ящиков вы знаете это принадлежность летающих и плавающих сегодня судового кораблей но и крупные электрической машины стоимостью миллионы иногда и десятки миллионов рублей тоже нуждаются в подобных черных ящиков потому что срок службы нашей продукции 25 лет и нам не безразлично как их эксплуатируют и какие затраты потом нужно будет нам как изготовителя внести вот что касается за что готовы платить ну хотелось бы получить готового специалиста готового студента как уже на первой сессии предлагалось бакалавриат плюс технический магистратур экономическое ну на мой взгляд за 4 года подготовить по инженерной специальности невозможно 5-6 лет мне кажется как минимум у меня первое инженерное образование просто горжусь сейчас как экономист что меня учили начертательной геометрии да вот таким собором таким дисциплином который я бы потом как экономист не генеральный изучал мысль совершенно иначе начинаешь вот такие нам нужны у нас у нас хорошие контакты в 2014 году с МФТ и сейчас уже часть сотрудников с этого проекта участников оборудованных студентов работают в нашей компании так же с МГУ продолжаем работать то есть вузы которые готовят специалисты умеющие работать с большим массивом цифр нас интересуют они не пугаются масштабов миллиардов и так далее за что мы готовы еще платить платить за специалистов которые в общем-то подготовлены не только как наемные работники их умело готовить многие вузы а приходить к нам с собственниками вот концерт Росуков это один из ста видов бизнеса который я как парня должен знать участвовать в нем компания РОГОРУК вот там нужны предприниматели подготовленные то есть люди которые не думают как побольше заработать а думают о том как побыстрее создать свой бизнес и кого-то нанять чтобы дать возможность ему зарабатывать для вот этого нам понадобилось сколкало я думаю что это для нас даст результат ну и лояльник компании кто готовит допустим по дисциплине лояльность компании я думаю такой предмет никто не читает но лояльного человека который бы пришел с блеском в глазах и работал бы у нас с тем же блеском в глазах Владимир Александрович мало подсказал что если запись трудовой книжки одна да то в общем то это и не перспективный не успешный человек ну может быть он порав а может и не порав у меня я посчитал три записи но из них четыре на встрече вузов вот из рейтинга сегодняшнего три высших учебных заведений где я являюсь профессором сколько у меня записей ну наверное с десяток точно уже должно быть так вот мы готовы предложить не одну запись потому что вы сто бедов бизнеса где мы или непосредственно принимаем участие или управляем этим бизнесом или один плодин какой-то доля цены и так далее ну и последнее если мы говорим об инженерных специальностях то есть такое понятие язык общения в компании если вы пришли на машиностроительный завод и не умеете читать чертеж не знаете что такое технологический процесс где найти нужную информацию для вас не знаете тех регламенты вам будет очень трудно выполнять экономические функции на этом заводе потому что язык общения единый знание вот этих трех носителей информации спасибо спасибо можно уточнить насчет Сколково и если сравнить Сколково с узнаном в котором вы работаете вам с кем комфортнее поддерживать отношения со Сколково мы вчера только подписали соглашение в Таису уже ушла информация называется так Сколково будет создан исследовательский центр концерна Руслпром мы стали партнерами Сколково сегодня я официально вам озвучил информацию который будет на нашем сайте поэтому опыта работы у нас пока нет но готовясь к подписанию соглашения мы в общем то сначала нашли тех с кем мы будем работать в этой же области черных ящиков а потом энергосбережение это тема которая у нас является основной и мы в общем то тоже нашли партнеров которые готовы себе работать по зеленым технологиям по зеленой продукции то есть пока предполагаем около 40 инженер иметь Сколково довести до 300 инженерно-конструкторских кадров своих на ближайшие два и важный вопрос который нельзя не задать он обозначен по теме дискуссии это влияние кризиса на чем-то приходится экономить я вчера выступал на эту тему завтра у нас международный блок директорал в доме я почему-то выступлю что в стороне не происходило два раза в год собирается клуб директорал президент академии Гаганбекян ваш покорный слуга вице-президент воевропейской части и отвечающий за научные деятельности клуба завтра я проложу круглый стул на эту тему влияние кризиса так как там у нас и наука и образование в том числе в области образования конечно влияет это однозначно вы посмотрите прием сокращается на небюджетные места уходят студенты из вузов достаточно успешно обучаясь потому что нечем платить и никого за это платить ну и что греха наверное нужно уже честно сказать что вот мое видение кризис не быстротечный и заявление наших поставленных лиц о том что кризис виноват это напоминает острового благополучия предыдущий кризис 2008 года вот Владимир Анатольевич ушел в балл нас в академии бытует общим мнением что предыдущий кризис не завершил и особенность нынешнего кризиса накладывается на предыдущее и название кризиса системы и 8 коридеров системного кризиса которые мы сегодня определяем что мы делаем сейчас во первых мы подаем возможность сотрудникам не лояльно поднимут компанию не удерживая иногда даже и высоко квалифицированно а пытаемся отказаться от людей с так называемой избегательной мотивацией то есть который и работал и думал куда бы сбежать вспомогательные подразделения если правительство отказалось от 10% мы выложили углы были сами вот я представляю топ-менеджмент компания на 20% сохранить свои доходы начали с себя но потом потихонечку вот управляющая компания подключилась торгово-проводящая сеть концерна это тысячи людей концерт ходит в список 400 крупнейших компаний России масштабы достаточно большие не было всегда обучения приостановили снизили торегу некоторые расходы джинсовые дни не только в пятницу появились но и можно допустить по свободному будет проходить особенно на наших бизнес-единицах на чем мы не экономим на безопасности и на сотрудниках которые несут ключевые компетенции выполняют и накладчиваем предыдущие генерал компании у нас есть понятие золотой фонд компании есть члены этих двух проектов наших мы до последнего работаем с этим вот для меня это первый кризис я уже как-то проверил когда инфляция была 2500 процентов ну вот кто-нибудь в зале может себе представить как работает генеральный монитор в компании когда инфляция 2500 процентов ставка рефинансирования 220 ну а сейчас трудно долго будет но тем не менее а сколько такого быстрого как в предыдущей кризис который к сожалению еще не будет надо готовиться серьезно к этому спасибо ну кстати про затяжной характер крис журналы экспертом взял еще два года назад когда никаких санкций речи не шло казалось бы ничего не предвещало таких событий хотелось бы предоставить слово начислава вас короче причин подразделение Московского археологического института также работает с концертом вот у вас презентация да прошу вас спасибо спасибо ну вот вопрос то видите очень по сути совпадает с ним который что сейчас обсуждался сотрудничество и бизнеса за что готов платить работодатель ну вот это презентация она по сути дела немножко так сейчас немножко вот все осталось спасибо спасибо так сейчас немножечко назад так все значит итак первый тезис первый тезис сотрудничество возможно как уже было сказано Роман Петровичем возможно только на основе взаимовыгоды может быть только взаимовыгодом тогда может быть долгосрочным и успешным вот этой красной чертой вертикальной мы разделили что хочет работодатель и что нужно будет ну я не буду повторять здесь основная цель работодателя я имею ввиду кроме получения так сказать прибыли я имею ввиду в кадровой области да понятно это привлечение молодых кадров и подготовка обучения уже имеющихся в компании кадров и подготовка что нужно вузу в плане взаимодействия с работодателями во первом конечно хочется чтобы были обеспечены из этого сотрудничества извлечь максимум по обеспечению условий для практики ориентированной и качественной подготовки специалистов второе это развитие при поддержке компаний лабораторной базы кадрового потенциала методического и так далее ну и третье это то что они сейчас вот призывают к внедрению инноваций во импортозамещения инновации это то что на наш взгляд учебный процесс должен быть особенно на стаж курс он интегрирован просто с него кроме так вот каким путем идет бизнес ну здесь вот несколько так сказать таких вот разрозненных отдельные компании идут разными путями то есть кто-то вот как уже было сказано открывает базовую кафедру вузах вузах значит кто-то обращает участие сотрудников компании учебной в процессе вуза я вот это вот вот эти направления они не откуда из потолка взяты это те направления которые в частности у нас вузе реализуются и которые были озвучены на одном из форумов это была выставка два года назад три года назад извиняюсь промышленная технология автоматизации там был круглый стол я был одним из модераторов да там были представители компании которые вот в частности уже отключили в этом направлении вот понятно что это представление образовательных кредитов может быть просто рекламные профавиационные мероприятия по минимуму компания может проводить какие-то компании проводят конкурсы студенческие скажем что интернет компания и так далее какие-то компании работают в направлении кадровой поддержки бизнеса то есть готовят студентов для того чтобы продавать их потом вместе своей продукции да вот в частности у нас в университете компания поставила учебное оборудование в лабораторию некоторые компании представительства заубежных компаний цель их понятна для того чтобы подготовить кадры на этом оборудовании с тем чтобы дальше продвигать свою продукцию вот какие-то компании занимаются просто педхантингом да да вот так сказать буквально на прошлой неделе поступило письмо от одной уважаемой компании просим включить наших представителей в состав гайку вас тут в июне гайки пройдут включить вас пожалуйста но они получили понятно достойный ответ вежливый вот какие-то компании работают вот по именно оснащению бесплатное предоставляет лабораторное оборудование программное обеспечение научно-техническую документацию несколько некоторое время назад шла речь о создании центров компетенции обучения в вузах это вот то что вот сейчас вот говорилось о том на базе Сколково где объединяются как я понимаю усилия компании наверное там и научные будут представители научного сообщества так вот центр компетенции в частности вот федеральная компания этот проект продвигала создание где будут участвовать научно-технические институты вузы и компаниях так вот из этих так сказать многочисленных возможностей да вот по нашему опыту взаимодействия что объединяет вузы и бизнес значит первое это все таки у крупных компаний есть особые интересы и в подготовке кадров и в науке и в инновации мы не говорим о тех компаниях которые вот занимаются работой за головами да второе все таки есть общая констатация необходимости объединения усилий работодателей и вузов на то чтобы все таки сокращать разрыв бежда теми компетенциями которые обладает выпускник при выпуске и теми компетенциями которые требуются вот требует обладатель от своего работника вот ну в настоящий момент это и консолидация усилий по разработке технологических решений ну и последнее это то что мы приходим понимать важность именно долгосрочных партнерских отношений для решения этих задач теперь вот я хотел бы осветить некоторые моменты которые ну вот один из примеров значит мы имеем соглашение с большим количеством компаний в частности компания с госучастием одна из наиболее крупных электросетевых компаний это ООО «Россети» и вот направление деятельности такое взаимодействие направление взаимодействие их можно разделить на две такие большие группы первое это направление которое вот обеспечивает направленное на обеспечение качественной торготовки и целевого трудоустройства молодых специалистов в регионах присутствия Россети и ДЗО ну здесь наверное я их не буду все перечислять здесь они видны вы их можете так сказать прочитать то есть их очень много этих направлений то есть в основном это значит работа со студентами компания готова работать со студентами и я подчеркиваю это не просто так сказать вот опять придуманные некоторые направления это направления которые включены в планы совместных мероприятий вузы компания и эти направления включены в этом плане есть статья бюджета то есть эти направления финансируются компанией ну может быть тут не какие-то единичные без финансируем но в основном они финансируются вот и второе направление это которое непосредственно прямо не связано с работой с студентами это направление которое поддерживает вуз в целом поддерживает образовательный процесс процесс научных исследований кадровую поддержку обеспечивает металлогическое и так далее вот то есть вот это направление оно на мой взгляд говорит о том действительно о том интересе который компания предъявляет ну к вузу то есть это не сиюминутное желание получить студента пусть даже поработав с ним это долгосрочная настроенная долгосрочная перспектива работы с вузом то есть если компания вкладывается например в ремонты каких-то так сказать крупных площадей вузе да скажем вот на примере нашего вуза федеральная системная компания значит сколько уже правда пять лет наверное прошло да вложил не мало не много не мало как пятьдесят миллионов единовременно в ремонт да то есть для того чтобы ребята действительно приходили в достойные помещения вот ну и вот как некоторый уже вот конкретный пример с цифрами может быть то даже с некоторыми да опять вот федеральная сетевая компания сейчас это так сказать одна из дочерких зависимых одна из дочерких обществ так сказать Россетей да то есть соглашение с вузами это было в 2011 году то есть я намеренно взял так сказать старые данные то есть уже тогда уже тогда значит 45 вузов соглашения значит новые специальности и инициации все время внедрения не только новых дисциплин но и новых специальностей новых направлений подготовки конкурсы вот как видите здесь всероссийские конкурсы проходил у нас то есть нам совместно с нашим вузом было организован да школа молодого инженера проект который здесь вот он был реализован это вывозили на подстанции ребят собирали со всей России из разных вузов и вывозили на подстанции обучались сейчас этот проект имеет дальнейшее развитие теперь ребята после этой школы лучшие ребята имеют преференции некоторые при поступлении в магистратуру нашего вуза и других ведущих вузов вот стройотряды и так далее ну вот теперь немножко вот о проблемах которые возникают на этом пути значит я еще раз подчеркиваю вот эти два направления которые вот я осветил крупные направления те мероприятия которые есть это те мероприятия которые компания поддерживает в том числе поддерживает финансово готов платить значит какие проблемы возникают на этом пути ну так сказать на мой взгляд конечно одна из проблем это то что вот сейчас действительно мы уже ощутили даже в нашем сотрудничестве это кризисное явление компания сокращает расходы некоторые наши мероприятия плановые которые мы планировали так сказать скажем в одних масштабах сейчас их приходится уже мать скажем нам была заказана разработка там допустим десяти дополнительных профессиональных образовательных программ мы их сократили сейчас там до трех но процесс идет он не останавливается это самое главное если в прошлом году наши отряды скажем студенческие отряды выезжают на проект электроэнергетики да в прошлом году у нас выезжало десять отрядов в этом году пока два но вот вроде еще два будет лишь четыре и опять сокращение потому что это крупные инвестиции компании это проезд ребят бесплатный питание бесплатное зарплаты и так далее то есть компания очень много в это вкладывает вот проблемы возникают из-за требований закон о закупках да то есть для того чтобы так сказать компания у нас что-то заказала то есть проходит очень много таких вот формальных процедур формальных процедур вот но тем не менее в заключении я просто что хочу сказать что вот здесь на примере вот я показал какие вот основные на нашем примере какие основные так сказать направления взаимодействия за которые действительно компании готовы платить это компания еще раз повторяем компания с госучастием но есть опыт у нас взаимодействия с компаниями ну в частности например с международными корпорациями компания шнегер электрик я называл компаниями вот эти две компании как пример вложились в лаборатории которые они открыли на базе вуза то есть научно-образовательные лаборатории шнегер электрик это центр обучения шнегер электрик на базе института все оборудование поставлено компания вот но опять на этом пути также некие формальные моменты оборудование пришло значит подарок во временной пользы и так далее вот но мне хочется что в заключении последнее сказать на наш взгляд вот взаимодействие вуза с работодателем и это магистральный путь мы от него не отойдем надо всячески привлекать работодателей вузы ну потому что без этого я боюсь сейчас нынешних условий будет очень сложно обеспечить качественно наш весь научный процесс спасибо можно начну еще вопрос просто чтобы вы назвали главным конкурентным преимуществом вашей схемы работы с работодателями что может быть стоит позаимствовать вас другим ну здесь наверное сложно сказать конкурентные преимущества так сказать мы у нас есть совершенно четкие долгосрочные соглашения то есть это плод не единого дня то есть оно вырабатывалось то есть с ФСК заключается соглашение года полтора мы когда существуют долгосрочные подверзки отношения всегда это выведет на некий новый качественно новый москопилы то есть я считаю вот это самое главное спасибо теперь позвольте предоставить слово объяснить что я не 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 перейд можно друг не отдал до того что пытаемся в такую элитную подготовку создать и нам очень повезло с нашим партнером хотя даже здесь с автором докладов в департаменте политики саша как вот здесь но мы действуем сообща даже шутку можно серьезно называю себя образовательным и дивизионом узкой паразии настолько тесно мы сотрудничаем самого начала от азов и начало каждого деграду все равно листать начало все-таки подготовки идет конечно от работодателя и как раз основная проблема образования заключалась в том что в какой-то момент это понимание исчезло что себе представляет госкорпорация конечно все знают что это мировой лидер одна из самых таких заметных на мировом рынке наших компаний государства госкорпораций самых эффективных цели очень масштабные здесь они представлены и для того чтобы эти цели реализовать госкорпорация считает что ей нужно иметь нормальные высоко квалифицированные кадры и они этим процессом должны управлять изначально тем как эти кадры готовы в корпорации существует достаточно такая четкая система подготовки кадров она включает себя как подготовку кадров в образовательных организациях которые куриваются госкорпорации так и свою отраслевую систему подготовки преимуществом этой системы является то что между двумя компонентами ключи номера существует очень тесная связь и взаимопоникновение в рамках подготовки кадров в образовательных организациях госкорпорация контролирует не только высшее открывание но и среди и даже подготовку школьников которые потом дальнейшем пойдут вузы профильные для госкорпорации как это происходит я дальше расскажу систему вузовской подготовки она тоже как бы является единой она интегрирована в рамках консорциума опорных остров в госкорпорации это главный ресурс кадровой из печени утрас туда входит на текущий момент 14 ведущих университетов имеющих существенную долю как выпускников которые приходят работать в госкорпорации цель создания консорциума это как раз координатная деятельность все образовательные деятельности в интересах госкорпорации и подготовка кадров под конкретный заказ нужно в количестве и с нужным качеством кроме того у нас есть еще одна ассоциация это национальный ядерный инновационный консорциум который изменяет уже не только музы но и музы и дивизионы основные госкорпорации как раз площадка для диалога который вот это взаимодействие между вузами и предприятиями осуществляется самым этим образом действовать обсуждаются на этой площадке и профессиональные стандарты и то как на их основе строится образовательные программы и требования к выпускникам и то как это качество выпускников должно контролироваться вопросы общественной конкретации образовательных программ в общем все что очень важно для того чтобы диалоге предприятий и образовательных организаций родилось то и новое качество подготовки специалистов которые необходимы госкорпорации здесь вот на слайде видны ключевые работодатели которые входят в эту ассоциацию консорциум и сказать что круг участников будет расширяться еще больше отраслевая система формирование данных потребности выпускников также нацелена на то чтобы скоординировать всю деятельность по подготовке и сделать так чтобы кадры готовились не избыточно а в нужном количестве и нужного качества концентрировать ресурсы именно на качестве подготовки чтобы не обливать воздух готовится именно таких специалистов именно в таком количестве именно с такими компетенциями как приближается число заказ отрасли количество тех кто к ним реально приходит эти вещи сближаются максимально кроме того приближается еще и такая такие девочные цифры как контрольные цифры приема и число приходящих на работу непосредственно по профилю это тоже очень важный момент который говорит об эффективности процесса подготовки кадров о том как как эти шаги когда по сближению привозят к реально серьезным результатам кроме того госкорпорация участвует на всех этапах подготовки кадров начиная с формирования контроля в том числе в том числе в диалоге с министерством образования на базе госкорпорации создан центр ответственности по целому блоку специальности по всем профильным специальностям Росатома и они политику вот сколько нужно как они в целом по этим направлениям курируют контролируют создаются так скажем и отслеживают очень жестко в рамках с собой госкорпорации создана такая система контроля за формирование плана заполнения вакантных должностей есть соответствующие типовые отраслевые методические указания по контролю за тем как все это происходит как нужно делать заказ как он через какие-то проходить как он должен доходить до каждого конкретного вуза заинтересанта в этой истории и эти все этапы они отслеживаются на каждом этапе идет диалог с вузами поэтому у нас которые цифры формируются не как нам не хватило вузы как это часто бывает ну как это принято как что нужно чтобы сохранить нужно число преподавателей а из других соображений с того сколько нужно конкретно преподавать и надо сказать что мы может быть один из немногих музыок кто не пытается расширять контрольную цифру а наоборот где-то мы существенно даже сокращаем по тем направлениям где видим что необходимости в таком большом количестве кадров нет и мы это делаем сами смело а не то что нас кто-то урезал или кто-то нам что-то запретил мы идем сами несознательно эти шаги уточняем свои контрольные цифры приема под заказ Росатома и естественно на диалоге с ними достаточно сказать что только по вопросам к формированию контрольных цифр приема уточнение их у нас проектировала более десятка совещаний различного уровня совместно с госкорпорацией соответствующим департаментом отвечающим за кадровую политику и с представительными предприятиями конкретных руководством отдельных дивизионов Росатома эта работа ведется очень тщательным образом и точно так же мы постоянно согласуем какие компетенции должны быть сформированы постоянно обсуждаем это это постоянно для нас тема для диалога для того чтобы каждый выпускник он действительно был постребован и необходим госкорпорации и другим ключевым нашим работодателям вот эту технологию мы пытаемся каким-то образом тиражировать другим тоже крупным заказчикам ну вот начнем с того что кроме как приема госкорпорация уже говорила вместе с вузом работает и над проблемой качества приема качества приема и все школьные наши проекты все наши как бы серьезные шаги в этом направлении по привлечению в интуиентах профильная подготовка школьников ведется в тесном сотрудничестве с госкорпорацией у нас есть по примеру сетевая школа я у них это проект наш совместный у нас есть предыдущий сайт который кстати за это в третьем месте как среди школ на россии по качеству подготовки для вузов как мы знаем буквально вчера у нас есть это структура подготовки школьников Это с 9-го и 11-го класса внутри университета. Проект Москвы, Московского департамента образования, в который мы включились и выиграли. Мы ведем огромное количество олимпиад, здесь все показано, и все эти олимпиады всегда, их соавтор, их соорганизатор является Росатом. И мы ведем сразу несколько проектов в области образования, именно в области образования школьников и профессиональной хоридации совместно с Росатом, здесь они тоже показаны. Вот то, насколько эффективна эта работа, я могу сказать вот что. Мы одно время проводили фестиваль в регионах, зато для школьников, вместе с Росатом, Люди будущего назывался. Вот два года мы проводили, в этот момент у нас был всплеск абитуриентов именно из тех регионов, где прошел этот фестиваль, и ребята из этих регионов пришли и поучаствовали в этом фестивале. Стоило нам сделать паузу, число абитуриентов резко упало, именно из этих регионов. То есть это показано, насколько это эффективно. Дальше несколько моментов. Вот до того момента, пока мы вели приемную кампанию и профориентационную деятельность по привлечению абитуриентов, самому себе, ну потому что принятым университетом. Это были одни цифры и совершенно, ну и один лимон был гибель. Как только Росатом подключился на всех этапах профориентационной работы, во все проекты по профориентации, включая работу в приемной комиссии, кстати, Росатом у нас присутствует, у нас есть своя территория в приемной комиссии, они работают с интуиентами, рассказывают, где они будут потом работать, после того, как закончат наши инвестиции. У нас резко выросли, резко выросли баллы ЕГЭ, поступающих на все инженерные специальности. И фактически они стали похожи на те баллы, которые есть в гуманитарных университетах. Вы знаете, что есть пробость, провал между гуманитарными и техническими университетами. И вот мы сейчас на следующем, ну здесь, кстати, тоже система показана, я пронесла. Вот здесь вот видно, как мы выглядим сейчас, и этот очень неплохо, совершенно неплохой балл для инженерного груза, который ориентирован именно на инженерные специальности. В прошлом году, вы помните, что в связи с тем, что было ужесточение требований к заданиям, было в среднем падение балла по стране по физике и математике 6,5, у нас падение на затрону меньше 1 балла. То есть мы сохранили, фактически, если бы условия оставались прежде, у нас бы отметился тоже рост. И это тоже, я считаю, результат нашего постоянного сотрудничества на всех этапах и внимания к этим вопросам. После поступления сотрудничество, конечно, продолжается, развивается. Я здесь полностью согласна, что самый важный момент, чтобы это сотрудничество было на всех этапах, тогда не теряется то самое план, которое было заложено в профессиональных стандартах, с которых стартует образовательная программа. Ну, на базе профессиональных стандартов Русатова, в которых в разработке экономических обязательное участие принимают вузы консольцевые, в том числе и МИФИ, дальше разрабатываются образовательные стандарты на журсии. Пока я говорю про МИФИ. У нас вузы имеют право на разработку собственных стандартов, и мы их разрабатываем с участием как раз Русатова и иных высокотехнологичных компаний для того, чтобы задать свой высокий стандарт. Поскольку мы готовим кадры для высокотехнологичных компаний, у нас есть еще более жесткие требования по отдельным процессам. И мы, например, как раз в эти стандарты закладываем, как это делается, это делается опять-таки в диалоге с нашими партнерами. У нас 35 предприятий, на 35 предприятий существует 49 базовых кафель, то есть эти механизмы традиционные мы тоже используем. Правда, если надо обратить внимание, что у нас есть и те кафельры, которые по вашей схеме, когда наоборот предприятие свое кафель у нас открывает, и вот у нас не от уха, например, мы имеем две кафельры на территории нашего университета и занимаемся этим очень активным, большим энтузиазмом. У нас мы используем и все механизмы современные, которые нам открывают новые законы по образованию, по приближению работодателя к образовательному процессу. Например, прикладное бакаловое, так называемое, практико-ориентированное обучение совместно с предприятиями. Мы участвовали в этой программе еще даже на этапе пилота, и потом с удовольствием используемся, не чураемся, и считаем, что очень хорошая вообще тема, интересная и работодателю, и естественно нам, поскольку она сначитывает вас мимо. Мы сейчас используем сетевую возможность сетевого обучения. У нас есть программа сетевого обучения, которую сегодня мы довольно активно реализуем. Вот на этом слайде они показаны. И более того, мы поставили себе задачу развивать это направление, потому что в сетевой программах работодатели являются равноправным соучастникам процесса и участвуют в своими учебными структурами, в подготовке, реализуют конкретные даже уже отдельные пункты. Если при преподавном бакалавриате мы на видах активности соединяемся, по определенным направлениям деятельности, то здесь главное содержание модулей, за которым передается ответственность уже самому работодателю. То есть они мурируют деятельность. Если можно, побыстрее. У нас также вся традиционная схема взаимодействия есть от согласований до экспертизы и так далее. И вот как раз последний слайд. Самая еще интересная сейчас для нас тема, это то, что мы внедряем совместно с госкорпорацией сертификацию квалификации. Мы здесь победили в свое время на этапе пилотного проекта. И сегодня тоже активно работаем. Может быть, в нашу госкорпорацию входит число тех лидеров, которые ввели в себя систему сертификации и квалификации, создали соответствующие центры. Наши выпускники к 2017 году, все, кто приходят в госкорпорацию, должны пройти через эту систему сертификации. И эта тоже система делается совместно на базе и нашего совместного структурного квалификации. Вот это немножко о попыте. Большое спасибо. Теперь хотел бы предоставить слово Герману Сергеевичу, дьякному ректору Казанского национального исследско-технологического университета. Я стараюсь, в отличие от всех предыдущих выступающих глав, все-таки выдержать. Притом, что все, в общем, представители университета говорят абсолютно об одном том же. Просто все формы надо использовать. Это и цельевой прием, это и БАД-лайка, это совместная образовательная программа, это совместная лаборатория, это практики, это разработка профессионального стандарта. Все примерно, все говорят одно и то же. То есть ничего нового там сказать в общем нельзя, надо просто работать и все будет хорошо. Но мы технологический университет нам немножко пользовал больше. Во-первых, мы находимся, у нас база профиля, это Кремитон Шгерик, да, в широком смысле. То есть и механика, и автоматизация, и менеджмент, и вещевые технологии, и биотехнологии. В нашей республике все это достаточно активно достали, все это активно развивается достаточно. И у нас, кроме этого, в составе нашего университета есть проектный институт большой, от 500 человек-проектировщиков, прошлый военный. Значит, мы его в свое время, 20 лет назад взяли прямо в состав университета, перепрофилировали, в обыдь в основном нефтехимии. Ну, самый трудный контракт, который мы делали, это проектированный завод производственного удобрения у нас там в республике. Стоимость завода вместе со стройкой примерно миллиард евро по ляпонской рецепте. И таких проектов довольно много у нас. Естественно, что мы, имея такой инструмент, мы пытаемся сопровождать вот такие проекты по проектированию производства действующих строящихся или инструировых. Мы пытаемся сопровождать их, подготовленных кадров, госпитализированным программам. А нам даже за это удается деньги брать. Итак, проектирование, новой технологии, все достаточно очевидно. Преимущество, но без ложных скромностей в нашей базовой области мы набрали в России сейчас, потому что бывает за капиталом жгири. Самый большой и самый обеспеченный. Мы единственный национальный университет, для которой эта область является профильной. Работаем мы не только так стали со всей России. У нас более 80% студентов приезжих. По-моему, 1800 на стоящий момент. 1800 иностранцев обучается. 27 тысяч студентов. И вот у нас договора с предприятиями. У нас несколько базовых опорных предприятий. В Сибур, прежде всего, там много наших выпускников работает. Мы делаем специализированные программы. Для них под конкретный совершенно действующий производство, некоторые из которых мы еще и позиционировали, они платят им дополнительную стипендию, организуют практики. Все это, естественно, понятно, положительно, потому что они отбирают лучших и имеют возможность понять, что они из себя представляют. Ну вот недавно запустился завод. Это компания «Композит». Докладает ее немболистый километр. Она будет заниматься производством уже начала производства химических холодов. У нас тоже для них углеродок холодов. Это у нас в свободной зоне главных. У нас для них тоже целевая программа. Довольно много проектировано на Казанском заводе. Синтетического университета тоже специализированная индустриевая программа, тоже с финансовой поддержкой для студентов. У нас очень сильные западные партнеры. У нас совместный центр с американской компанией «Хайлл». Транснациональная корпорация. Они, смотря на все политические проблемы, тем не менее, работают. Вот это пример. Это у завода, который мы проектируем. 700 тысяч тонн карбамидов в год. Мы были генеральными проектировщиками. Это Нижнекамск. Это сразу межское предприятие. Полиэтилен, полиэтилен, АПС-пластики. Немцы, англичане. Сейчас мы активно разворачиваемся в сторону Альянского региона. Вьетнам прежде всего. К сожалению, очень много сил было потрачено во время на установлении партнерских отношений с американскими курсами. Там была сетка партнерских вузов. К нам уже пошли деньги из американских фондов. У меня рекорд был. Я два года назад в «Амазке-правке» за шередей полетел больше 40 тысяч километров. Больше, чем огромный земного шара. Вот это так все делалось. Но сейчас, к сожалению, все стало несколько сложнее. Хотя работа не прекратилась. Ну, вот, собственно, и все. Что у нас впереди, да? Значит, надо продолжать работать. Я считаю, что наш следующий шаг это в войне диплом. Базовое образование техническое. Параллельно или второе образование это экономическое. Когда Владимир Александрович Малу говорит о том, что надо давать бюджетные деньги только тем, у кого большой ЕГЭ, это значит, мы точно угрожим наше инженерное образование, причем мгновенно. Я, естественно, с этим согласиться не могу. Вообще нельзя как бы ставить рядом гуманитарного профиля и технического. Техническое всегда баллельное будет больше. Потому что это просто сложнее, да? Нельзя ставить рядом гуды Москва, Питер и даже такая провинция, как Казань. То есть, все равно он будет хуже устроен, да? Но я хочу вот очень крамольную, ну, крамольную такую мысль сказать. Знаете, вот я сам, когда школу кончил, у меня средний балл был в 4, да? То есть, половина троек, половина тюрек. Ну, это примерно так. Я знаю очень много разных генеральных директоров. Значит, в основном наших, Российских, да? Очень мало кто из них учился в школе на отличном. И у меня есть совершенно понятное, простое объяснение. Почему? Потому что человек, который обладает инициативой, который обладает серьезным творческим мышлением, да? Он не может в нашей школе учиться на всей пятерке. Как правда, это бывают исключения, они редкие, да? Бывают, бывают даже калакры, которые все даются в клипу сама 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 автоматически. Такие есть. Большинство людей, которые учатся на всей пятерке, это прежде всего хорошие исполнители. Но это не те люди, которые потом смогут хорошо работать на предприятии. Может быть, банки смогут, да? Там жилетная финансовая дистрибля надо соответствовать, да? Там еще где-то. На предприятии можно совершенно другой человек, который мог бы работать совершенно по-другому. Поэтому, коллеги, вот еще раз, двойные дипломы все равно пообщаться с сильнейшими иностранными компаниями и не надо просить тех, у кого маленькие деньги и получать хорошее жилье. Спасибо. Можно короткий вопрос? Это вам полный. Да, просто примерно какой процент обучающихся вовлечен в проект, который выходит за выручен. Мы постоянно расширяем. В настоящий момент процент будет 25-30. На один доход на год Каспром у нас там хороший программ сейчас развивается. То есть, 50. Спасибо. И вот Светлова Анатольевич хотел расширить, вот, да? Уважаемые коллеги, я вот должен вас покинуть, сожалею. Значит, вот только что я получил материал, который я хочу с вами поделиться от своих помощников. Они предупреждают меня о том, что настало время по выручленности 4. Вот наши конкуренты Siemens. Компания Siemens сейчас достаточно активно работает над технологиями будущего и стандарта. И предупреждают о том, что промышленность 4 это новый этап. Отличается тем, что каждый продукт, каждая машина должна содержать свою цифровую копию, чтобы вступать в коммуникации с другими машинами или деталями. А самое главное, вот машина должна научиться говорить, причем на одном и том же языке. Вот и бизнесы образования должны договариваться, как можно быстрее, и не отвечать на вопросы, не думать, кто главный, кто второстепенный. Это партнерские отношения, столичный попутный ветер должен быть. И кому повернуться в сторону идущего, здесь, наверное, у каждого есть своя точка зрения, но я хочу сказать свою точку зрения личного. Доучивать намного дороже, чем принимать участие в обучении. К чему и призывают своих коллег, если есть в зале представителей бизнеса, экономить деньги своих компаний. Спасибо. Внимание изобретено. Спасибо, Максим Николаевич Назаров, проректор РАМК РПС. Марсим Николаевич, вот ваш ректор в интервью эксперту сказал, что идеальная модель вуза, для него это вуз, в котором может быть реализован принцип непрерывного образования. Вот у вас очень много программ дополнительного профессионального образования, вы это, собственно, часто заказывают. Насколько вы приблизились к этому, к этой модели, к такому видению, это сначала мало. Спасибо за вопрос. Сегодня очень много что-то цитируется, Владимир Александрович. На самом деле, приятно, я вам обязательно это передам. Чуть-чуть сразу, если можно, что касается ЭКЦП, оборудования, это, естественно, не разное, это должно быть полуоназданное правление, не имелось в виду ни в коем случае, мы прекрасно понимаем разницу, и я полностью поддержу коллегу с учредением того, что минимальный балл внутри нисколько не означает, что человек способен чем-то получить как раз наша задача ВУЗа научить, не научить, точнее, отдать ему образование, дать ему возможность освоить то, что он может быть где-то что-то не освоил, не затянул, ну, а ЭКЦП это немножко тоже своя специфическая тема. Но возвращаясь к вопросу, у нас в Академии непрерывность образования это один из главных принципов на самом деле, и возможности для такого у нас есть очень большие. У нас есть колледжи, мы, кстати, так как мы очень широкие, распространим не постраняем УЗ, то есть у нас очень много филиалов, 65 филиалов, практически Прими刻, Граг pianная, Петропавловска, Камчатска, то есть и филиалы, реализующие только среднепрофессиональное образование, есть в Москве колледж 2 уровня о профессиональном образовании, то есть среднее образовании, высшее образование, представлена, естественно, усимы númeroные, цистенция, способности в актестературы, есть докторатура, есть советы, Очень большое количество программ ДПУ, самого широкого уровня для повышения квалификации и подготовки. Поэтому мы действительно считаем, что мы являемся одними из тех, кто отставил идею непрерывного образования. И нас очень часто ассоциируют только с воздушной службой, говорят, что для чиновников можно постоянно учиться, повышать квалификацию, это непрерывное образование только туда. Не надо в бизнесе, не надо работодателям, не надо преподавателям, о чем не надо на самом деле забывать. Мы считаем, что непрерывное образование нужно всем. Человек должен учиться постоянно. Уверен, что все присутствующие здесь коллеги и в зале, и в зале постоянно учатся. Учатся сами, это тоже является одной из формы образования на самом деле. Но если мы будем давать это в вузах, если давать возможность узнать что-то новое, не только от преподавателя, общаясь в этой среде, опять не секрет, коллеги, мы все с вами из единой системы. Когда мы ездим с вами на какое-то повышение квалификации, мы получаем знания не только из-за аудитории, мы получаем знания друг от друга. И мы, собственно, для этого и здесь сейчас собираемся получить новое знание. В Академии огромный спектр программ. За 2014 год было реализовано порядка 1500 программ дополнительного профессионального образования. Это имеется в виду и курс повышения квалификации от самых коротких, сейчас, по законодательству, 16 часов, уже достаточно. Это, я не считаю, семинары, конференции, уже тоже являются на самом деле, с моей точки зрения, формой образования. На что я особо хотел бы обратить внимание и что связывает нас отчасти с работодателем. Это на бизнес образовании. Академия стояла у истоков формирования бизнес-образования программ вообще в России. Я имею в виду программы MBA, Executive MBA, в Академии есть программы DBA, докторов бизнес-администрейшн, у нас есть MPB, то есть мастер паблик-полиси и так далее. То есть это программа уже высшего уровня. И это очень дорого-искоричная программа. У нас есть порядка семей бизнес-школ, я называю только крупные, которые реализуют. Они имеют международную аккредитацию. Аккредитацию признаваемо всеми странами. У нас есть совместные программы по бизнес-образованию, с Антверганом, с Гриноблем, с Кингстоном и так далее. Это все тоже одна из ступеней непрерывного образования. И это очень важно. Вот это забывать не надо. Потому что топ образования, именно вот уже как бы выше, оно не является тоже, кстати, последней ступенькой. Если человек закончил программу MPB, значит все, я достиг, я получил диплом. Мне больше учиться не надо. Я могу только что-то выполнять. Поэтому очень коротко, когда я специально не готов к какому-то докладу с цифрами, фактами, я просто вот сказал, что наша позиция, наше мнение, непрерывное образование – это один из самых главных приоритетов. Должно быть это во всех вузах. Это всем интересно. И для этого должны быть возможности. И мы с вами, как коллеги, должны в том числе давать вас можно друг другу. На самом деле, у нас вот периодически наши преподаватели ездят в финансовый университет. Вам будет очень подтвердить, да, повышаем квалификацию там. Преподаватели из других вузов повышают квалификацию у нас. Мы все постоянно учимся. И учимся не только друг другу, как мы учимся у бизнеса. Бизнес-вущество у нас. Спасибо. Спасибо на уточнение. Вот сейчас спрос, скажем так, в сторону увеличения государственного доли, да, доли компаний или доли частных лиц, по плане того, кто власть за банки. На самом деле, если сравнивать вот у нас по академии, да, доля по мастерской квалификации на программах среди госслужащих, муниципальных случаев, или лиц, которые оплатили за образование самостоятельно, либо кто-то за них оплатил из бизнеса, кто очень часто на бизнесах образование, то на данном, за 2014 год у нас порядка 60% это чиновники, давайте назовем так, и 40% которые оплатили сами. Но на самом деле, в связи с тем, что возможность повышать квалификацию за бюджетные деньги на самом деле снижается на целом по стране, то доля именно оплачивающих через бизнес и самостоятельно, она растет. Спасибо. Теперь слово Ольгии Алексеевне Гришиной, пожалуйста. Спасибо. Герман Сергеевич категорично заявил о том, что все уже все сказали, о том, какие формы сотрудничества могут быть вузов с бизнесом, поэтому я постараюсь немножко о другом рассказать. Во-первых, Алиса Александрович, спасибо большое за интересное было очень длинное собрание, много было поднятых интересных вопросов, и действительно развернулась дискуссия, часть вопросов была очень спорных, в том числе, вот, на некоторых из них мне хотелось бы остановить свое внимание. Прежде всего, и мы в своем выступлении говорили о том, что вот проведенное анкетирование, оно выявило, что продолжает сохраняться высокий интерес к направлениям подготовки в области экономики и менеджмента. И сидящие за этим столом ректоры говорили о том, что из некой, может быть, даже перепроизводства, много готовится инженеров, ой, простите, экономистов, и много готовится менеджментов. Коллеги, но действительно, наверное, много готовится специалистов в этой области, но парадокс заключается в том, что хороших мало. И если мы обратимся к результатам проведенных исследований различными фондами и агентствами, если мы спросим рекрутинговые компании, то они подтвердят, что действительно хороших, качественных менеджеров, хороших, качественных экономистов не так много. Ихановский университет вот уже на протяжении более чем 100 лет готовит специалистов в области экономики, и наши выпускники востребованы работодателем и достаточно высоко и не оцениваются. Поэтому я хотела бы в своем выступлении поделиться, открыть секрет наш, как нам удается готовить таких востребованных в самых разнообразных экономических условиях, на самых разнообразных периодах развития народного хозяйства, развития экономики нашей страны, специалистов. Особенностью нашего ВУЗа является то, что в начале прошлого века он был основан работодательным, негосударственным. То есть промышленники, купцы, предприниматели в начале 20 века создали Московский коммерческий институт. И создавая его, они, конечно, изучили опыт зарубежных, различных стран в организации экономического, как тогда называли его, коммерческого образования. Но при этом они не позаимствовали этот опыт. Они создали собственную нашу российскую модель экономического образования. Я позволю себе здесь процитировать Павла Ивановича Новгородцева, известного ученого в области философии права, которого в последнее время Владимир Владимирович Путин часто цитирует. И Павла Ивановича Новгородцева был первым ректором Московского коммерческого института. Поверьте мне, это очень интересное его высказывание. Слишком сложной, слишком спорной представлялась постановка высшей коммерческой школы, чтобы сразу можно было решить эту задачу. Но каждая страна поставила ее, и каждая разрешила по-своему. Я счастлив здесь отметить, выступал он, мое отступление выступал перед основателями, перед работодателями спустя 6 лет после создания Московского коммерческого института. Я счастлива здесь отметить, что тот опыт разрешения этой задачи, которую мы имеем в России, есть опыт своеобразный и оригинальный, не похожий на другие. Я хотела бы отметить тот основной принцип, которому мы следовали в нашей работе. Когда я припоминаю многочисленные заседания наши, в которых были выработаны наши программы, и вместе с тем вспоминаю, что всего более стремились к тому, чтобы связать науку с жизнью. А когда мы сомневались в практичности наших задач, мы призывали к себе на помощь в удающихся практиках, видных деятелей промышленного мира, и от них старались получить ответ на интересующие нас вопросы. К жизни и практике мы тяготели нашими стремлениями, но в то же время мы всегда считали, что мы должны стоять на твердой почве науки, на широком фундаменте научного познания. То есть вот эта концепция, это видение именно моделей экономического, коммерческого, российского образования, есть та модель, которая следует в своей работе в Лихановский университет уже более 108 лет. И опять я возвращаюсь к пленарной дискуссии, когда говорили о чем отличаются экономисты и инженеры. Готовя экономистов в нашем курсе, мы вот в том самом фундаменте широком образовательном имеем в виду, вернее под этим фундаментом понимаем, не только гуманитарную подготовку, не только подготовку математическую, правовую, языковую, но еще и технико-технологическую. Готовя специалистов, например, для питания, мы даем им достаточно широкие технологические знания. Готовя специалистов для торговли, мы обучаем их тоже технико-технологическим знаниям, чтобы они знали свойства товара, чтобы могли отличить контрафакт от настоящего товара, могли провести экспертизу качества товара. И вы знаете, наверное, еще говоря о взаимоотношении нашего вуза с бизнесом, очень любопытно будет посмотреть, как менялись вот эти вот отношения в течение нашей старинной истории. Если на первом этапе существования вуза, то есть с момента его основания этой революции, эти отношения характеризовались очень тесной связью бизнеса и института. Представители бизнеса, как вот я вам, так сказать, процедировала Павлович Молгородцева, принимали участие и в разработке учебных планов. Они давали целевой заказ на подготовку специалистов. А самое главное, они стопроцентно финансировали образовательную деятельность. То есть ни рубля не получал вуз от государства. В советский период, когда начался советский период, вуз стал научным центром. То есть акцент именно по взаимоотношениям между вузом и бизнесом, он перешел в научную сферу. И наряду с тем, что вуз являлся, ну, можно даже сказать, идеологом реализации таких крупномасштабных проектов, как НЭП, разработка плана ГОЭЛ-РОП, а то Косыгинский информ. Но большую часть, большую толику научных исследований приходилось на заказы конкретных предприятий, конкретных организаций. Когда начался у нас переход к рыночной экономике, то мы здесь видим некое пересечение уже с началом, именно вот 20-го века с моментом создания нашего института, когда начинают развиваться рыночные отношения, и катастрофически не хватает кадров для этой экономики. Поэтому у нас появляются крупнейшие целевые заказы от работодателей. Например, одним из таких работодателей был сберегательный банк, потому что, ну, более, так сказать, старшее поколение здесь помнит, наверное, что раньше это были трудсберкассы, и в Москве в частности даже для того, чтобы работать в этих трудсберкассах, был открыт лимит для иногородних работников, и большая часть сотрудников не имела высшего образования. Поэтому за примерно 15 лет в нашем университете мы прошли обучение, переподготовку, потому что порядка 10 тысяч работников в системы сберегательного банка. Если говорить о сегодняшнем этапе развития взаимоотношений нашего университета с бизнесом, то я, к сожалению, должна признать, что, к сожалению, сегодня практически отсутствует целевая подготовка со стороны бизнеса, целевой заказ на подготовку специалистов в той или иной области. сегодня недостаточно финансируют работодатели научные исследования. Не так много у нас заказов от непосредственно предприятий, организаций на разработку каких-либо прикладных исследований. И то голосование, которое сегодня было проведено, подтверждает эти мои слова, потому что вы все знаете, что сегодня основным, ну, по крайней мере, в нашей области основными заказчиками является министерство и ведомство и различные фонды. У нас, так же, как и наши коллеги, Роман Петрович очень подробно рассказал о опыте, так сказать, развития работы в формате базовых кафедр в нашем сотрудничестве с МОЗО. Я не буду повторяться, потому что мы в этом смысле очень близки. Мы тоже создаем базовые кафедры. У нас есть базовые кафедры, как и министерств, крупные корпорации типа РУСТЕХ, у нас есть государственные органы, например, главного которым управлением города Москвы. У нас есть базовая кафедра Международного информационного агентства России сегодня. То есть в рамках базовых кафедр, конечно, мы самые разнообразные формы сотрудничества развиваем, пытаемся и какую-то смешанную форму, то есть чтобы организовать, чтобы на кафедре были и академические преподаватели, и сотрудники базовой организации. И здесь, опять же, я вот вспоминаю, выражение, высказывание Ефима Иосифовича Пивовара, который сидел на моем месте, который сказал, что образование, оно опирается на традиции, но обращено в будущее. Вот как раз именно правильно видеть это будущее, правильно ориентироваться на рынке труда, чтобы правильно сформировать свой товарный портфель, определить, какие специалисты будут востребованы с работодателями будущим, нам помогает вот это вот сотрудничество. Ну, коллеги, и завершая свое небольшое выступление, я опять позволю себе процитировать Павла Ивановича Новгородцева. Также завершая свое выступление, он говорил, что я говорил в начале своей речи, что оправдание коммерческого института объяснения его роста заключается в том, что он ответил потребности времени, что он вызван могучим ростом производительных сил нашей страны. По-прежнему продолжаем работать над нашими планами, по-прежнему прислушиваемся мы голосу жизни и ищем указания практики. Именно это мы и продолжаем делать. Спасибо. Спасибо. И заключительное выступление это Гера Анатольевна Старанутцева. Хотелось бы узнать, как вы, как представитель компании «Работодатель», оцениваете выпускников вузов в экономических и финансовых, чего им не хватает. Спасибо за большой вопрос. Я не совсем представитель работодателя в настоящий момент, но еще 6 месяцев назад в общем-то я полной мере представлял работодатель. И в предыдущем мои 10 лет собственно были на стороне работодателя. Поэтому я постараюсь все-таки говорить от лица моего текущего, моего текущего работодателя. Но также ответил на вопрос с разных точек зрения. Тема моего сегодня выступления профессиональная квалификация как связующее звено между вузом и работодателем. Я буду говорить об организации, которые я представляю, ассоциации ACCA, но во многом то, что я буду говорить, оно элементно и для других профессиональных квалификаций. Первое, что я хотела бы сказать, все-таки не все знакомы с тем, что такое ассоциация ACCA. Я хотела буквально несколько слов познакомить вас с ассоциацией. Это действительно глобальная профессиональная ассоциация объединяющих специалистов во всем мире. Наши студенты и члены находятся в 170 странах, и мы представляем единый стандарт качества во всех этих странах. То есть в отличие от MBA, которые существенно отличаются от места получения MBA, мы независимо от того, где получена квалификация ACCA, получена в Великобритании, в России, в России или в Нигерии, это все время одно и то же. То есть член ACCA это гарант качества для любого работодателя во всем мире. И с точки зрения, чтобы не быть голословным, когда мы говорим о востребованном, востребованном работодателе, ну и можно сделать небольшой юбилический тест, зайти на LinkedIn и набрать поисковиков, финансовые профессии, задать страну, в любой стране мира на серьезных позициях будет требование профессиональной квалификации. ACCA в России существует с 2003 года. У нас в настоящий момент очень неплохие результаты, у нас более 8 тысяч студентов, более 2 тысяч членов ACCA. Ну и не стоит скрывать, что изначально рост ACCA в России был вызван требованиями работодателей. Большая четверка, выходя на рынок, были одними из первых компаний, которые делали серьезные наборы вузов. И, к сожалению, те студенты, которые к ним приходили, ну скажем так, в них приходилось дополнительно вкладываться. И, на самом деле, это очень существенная инвестиция, поскольку, собственно, я была тем человеком, который в одной из этих компаний составлял тренинговый бюджет. Я могу сказать, что это более чем серьезная инвестиция в течение первых 3-4 лет. А сейчас среди наших работодателей очень много разных компаний, ну, в общем-то, финансовые и финансовые директора, зачастую, имеют статус члена ACCA. Немножко, пару слов о том, чем мы отличаемся от академического образования, которое мы ни в коем случае не пытаемся подменять. Мы говорим, что фундаментальное образование, академическое образование, это очень важное, ну, не то, что важно, это, безусловно, необходимый и, собственно, основный фундамент. Мы же, как профессиональная квалификация, наша цель максимально встретить требования работодателя. И как мы это делаем, как организация ACCA, я полагаю, примерно так же действуют и другие профессиональные ассоциации квалификаций. На основании опроса более 8,5 тысяч наших аккредитованных работодателей были выявлены компетенции, которые наиболее востребованы работодателями среди финансовых специалистов. Далее эти компетенции реализуются в рамках квалификации в трех основных направлениях. Первое – это собственные экзамены, в частности, в ИССЕ 14 предметов, которые необходимо сдать. Они имеют очень сильную практическую направленность. То есть, экзамен не проверяет ваши энциклопедические знания и силу вашей оперативной памяти, сколько вы успели выучить. Все задачи направлены на проверку науков. Рассчитать, прокомментировать, дать ваши обсуждения, сделать оценку, прогнозы и так далее. Следующей очень важной составляющей профессиональной квалификации является подтверждение практического опыта. Я не буду вдаваться в технические детали, но в целом необходимо три года работы по специальности, чтобы стать членом ИССЕ. И также третья составляющая важная часть – это этика. Опять же, сегодня говорилось о непрерывном образовании. Собственно, мы являемся оплатить этой мысли, и мы говорим о том, что и требуем от наших членов ежегодного повышения квалификации. Это является обязательным требованием для сохранения статуса члена. Небольшая картинка о том, где работают наши студенты и члены ИССЕ. И, собственно, главной теме сегодняшнего дня – как мы взаимодействуем, почему мы связываем музы и работодатель. Если раньше, ну, совсем не так давно, на самом деле, год назад, скажем, ну, и до сих пор в существенной части, скажем, доведение молодых специалистов до требований работодателя находилось на стороне и за счет работодателя. Времена меняются, и на самом деле это не только финансовые издержки, это огромные временные, ну, стоимость, которая выражена во времени молодых специалистов, которые они вынуждены отнимать непосредственно от работы. Поэтому, естественно, работодатель всячески стремится сократить и финансовые, и временные затраты на обучение. И в связи с этим, как ответ на такое требование работодателей, последние, ну, скажем, полгода, очень активный год, наверное, в целом, мы предлагаем грузам следующий вариант сотрудничества. Мы предлагаем аккредитацию, которая, как Роман Петрович говорил, если что-то жизненное, да, оно должно быть выгодно всем. Не должно быть кого-то, кто имеет больше выгоды, чем другая страна. Мы считаем, что то сотрудничество, которое мы предлагаем, оно действительно выгодно и вузу, и работодателю, и нам, как членской организации, поскольку мы надеемся на прирост наших студентов и членов. Собственно, что представляет из себя аккредитация? Мы выбираем какую-либо программу в вузе. Естественно, мы приходим в ведущие вузы. И в рамках программы мы работаем с вузом в направлении доведения программ вуза до соответствия программам СССР. И самое сложное для вузов это приведение экзамена вуза к стандартному экзамену СССР. Это самая сложная часть работы для вузов, потому что действительно в наших экзаменах тестируются практические навыки. У нас, я с гордостью могу сказать, что мы подписали в Мораду о сотрудничестве о взаимопонимании с основными ведущими финансовыми вузами нашей страны. Это Московский государственный университет, финансовый университет, университет Немблиханова, МГИМО и Высшая школа экономики. И на самом деле, приводя конкретный пример, если вы у меня спросите, какие есть результаты, то есть уже можно говорить о той кафедре, которая упоминалась, базовая кафедра ППМГ. Как говорит декан факультета, в которой была основана эта кафедра, из этой программы сильно торчат уши ИСИСИИ. Ну, это, в общем-то, действительно так и есть, поскольку в основу программа действительно легла программа ИСИСИИ. И в этом году мы официально опрестовали программу, она имеет статус опрестованной программой ИСИСИИ. Другой очень успешный проект, трехсторонний, заказчиком был РЖД, университетом выступил Московский университет путей сообщения и, собственно, ИСИСИИ. Была открыта магистрская программа для целевой подготовки специалистов для, собственно, РЖД. Программа существует уже второй год и успешно действует. Мы надеемся, что буквально в ближайшее время появится гораздо больше программ, потому что мы очень практическая организация, нам неинтересно просто подписывать соглашение, мы настроены на работу. Ну и что важно, точнее, немаловажно для ВУЗа, что вся эта история, скажем, аккредитация, она абсолютно для ВУЗа бесплатна, но действительно она требует существенных усилий со стороны преподавательского состава и серьезного настроя ВУЗа на такую работу. Спасибо, это по официальной части. И был вопрос, да? А как изменились выпускники ВУЗа? Ну, смотрите, во-первых, я очень хотела сказать, что несмотря на всю критику российского образования, можно говорить о том, что наши стандарты качества очень высокие. Если мы смотрим на процент сдачи студентами ИСИСей в экзаменах, мы можем говорить, что в России в среднем процент сдачи на 10% выше, чем в общей мировой. И наши студенты, организация у нас действительно глобальная, я очень много общаюсь с коллегами из других стран, наши студенты, ну, не только российские, скажем, студенты Восточной Европы, которые подпадают под, как мне кажется, все еще советскую систему образования, точнее, выход из советской системы образования, они очень ценные студенты для ИСИСей, потому что у них наибольшие шансы дойти этот длинный путь получения профессиональной квалификации до конца, ну, и в максимально сжатые сроки. Это в целом комментарий о качестве. А с другой стороны, по поводу качества студентов, насколько оно изменилось, ну, я не в таком большом горизонте могу всего возраста наблюдать, но, скажем, в течение, там, 10-15 лет, я не могу сказать, что как-то существенно изменилось. Как, например, компании продолжали вкладывать в молодые специалисты, так и продолжают, да, те же аудиторские компании, они полностью направляют весь свой, ну, все свои новые наборы обучаться в ИСИСей. Но мне кажется, что мы очень часто, когда говорим о качестве студентов, мы, как-то и о качестве образования, мы отделяем студентов от образования. Я могу сказать, что студенты другие, поколения Y, они совсем-совсем-совсем другие, а мы их пытаемся мерить по тем же критериям, по той же шкале, которая относилась, скажем, ко мне 10 лет назад. Они хотят больше универсальности, они хотят все очень быстро, они совершенно не способны спрогнозировать свою карьеру, то есть они понимают, что они хотят быть партнерами или директорами, но когда оттуда дойти, они совершенно этого не могут реконструировать в своей голове. Им хочется постоянной смены деятельности, развлечения. Скажем так, в мое время мы сидели на работе ночами, выходные, и это как-то не обсуждалось, это было, собственно, по нашей инициативе. Современные выпускники, они в 6 часов благополучно идут домой. То есть мне кажется, что образование, оно тоже должно несколько меняться, несколько становиться гибче под тех молодых людей, которых мы сейчас наблюдаем. Они пытаются этих молодых людей загнать в те стандарты, которые существовали там некоторое время назад. Спасибо. Доброе вам спасибо, коллеги. Мы уже выбились из регламента, поэтому я предлагаю завершить нашу дискуссию, приглашаем всех на обед. Спасибо всем спинеримым участникам. Спасибо.